У нашей героини Алены Маркевич уже есть ребенок, о втором она пока только задумывается. Но Алене уже интересно узнать, на какую помощь от государства стоит рассчитывать в будущем. В любом случае, маленький ребенок – это такой же полноценный человек, как и мы. Это дополнительные финансовые траты, кружки, одежда, развивающие материалы. Было бы интересно узнать о мерах поддержки от государства и как ими пользоваться. В России с 2018 года появились так называемые путинские выплаты. Кто на них может претендовать, какой размер выплат ждет родителей и какие изменения произошли в 2020 году, нам рассказали в отделе по социальной защите города Ясногорска. Если раньше на первого ребенка выплаты получали до полутора лет, то с 1 января 2020 года выплаты у нас могут быть оформлены детям до трех лет. Это ежемесячная денежная выплата. Она выплачивается тем, у кого среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. По Смоленской области на 2020 год такая сумма составляет 24 176 рублей. В семьях, где доход на каждого члена семьи меньше данной суммы, родители имеют право подать документы на дополнительную выплату. Таким образом, ежемесячно родители будут получать 10 898 рублей. Такая выплата назначается на срок до достижения ребенком одного года. После того, как ребенку исполнился год, родители должны подать новое заявление с новым пакетом документов до достижения ребенка двух лет. Далее действуем по той же схеме на продление выплаты уже до трех лет. А кто получал пособие в 2019 году по старым правилам до достижения ребенком полутора лет, теперь могут также подать заявление на продление пособия. Ежегодно родителям для оформления таких льгот нужно приносить новый пакет документов. С ним можно ознакомиться на сайте департамента Смоленской области. Документы можно подать либо в многофункциональном центре, либо в городской администрации в отделе социальной защиты кабинет 105. Чтобы претендовать на такое пособие, оба родителя должны иметь официальное трудоустройство. Рассчитать среднедушевой доход семьи можно через отдел социальной защиты. Ну а если вам просто интересно, как и мне, тогда можно воспользоваться различными сайтами. Вбиваем в поисковике «Как рассчитать путинские выплаты» и заходим на первый сайт. Сложили доходы за весь год, отметили область, нажали на «Рассчитать» и вот результат – претендует ваша семья на них или же нет. Обратите внимание, что при расчёте должны учитываться все выплаты – зарплата, больничные, премии, гонорары и иные аналогичные доходы. Стоит отметить, что путинские выплаты с каждым годом улучшаются. Не за горами и новые изменения, которые наверняка понравятся молодым родителям. Также с 1 января 2020 года вступил в силу и областной закон по поддержке семей, имеющих детей. Родители, у кого рождается второй и последующий ребёнок, имеют право обратиться в отдел социальной защиты за получением областного семейного материнского сертификата. Получить такую поддержку могут родители, которые проживают не менее одного года на территории Смоленской области и чей доход также не превышает двухкратной величины прожиточного минимума. Сертификат наш можно будет по исполнению ребёнку трёх лет потратить либо на улучшение жилищных условий, либо на обучение детей. Конечно, это ещё не все выплаты, на которые могут претендовать родители. Есть ещё несколько, о которых в скором времени мы вам расскажем. Но уже чувствуется, что с такой поддержкой общероссийский бэби-бум не за горами. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ.